Любовь до книги у Марии Ступиной прочнулась она в отнездятинство, хотя и она считающей семьи. Подхопила Машу, унесённая ветром. Сёння девчина не уявляя своего життя без книги. Я выбираю книги, которые бы могли мне чем-то помочь, дать какой-то определённый совет. Глядя на них героев, чтобы я могла понять, я хочу поступить именно так. И его действия, они могут мне помочь. Выстава «Золотый формуляр» – самые любимые книги, прочитанные мамой и дочкой Ступиными. Представить у весь спис физично немогчимо. Золотой – это какой-то вес, правильно? Если эта семья прочитала за 8 месяцев 300 книг, она читает всё. Может быть, даже не читает, но получает информацию. В первую очередь, очень следят за новинками, что сейчас, кого сейчас печатают, о чём сейчас пишут. После этого они приходят и говорят своё мнение, рассказывают нам. И мы уже, судя о их мнении, мы можем сами, то ли по рекомендации у них что-то взять, потому что понимаете, что мы тоже всё не можем прочитать. А вот такая семья, которая старается получить побольше информации, вот она, эта уникальность, их интересует всё. Кола интересов – самая широкая детективы, жаночая романа, навуково-популярная литература, безумовна классика. Усё ж, больший интерес у Ступиных выкликают новинки. Ознаёмившись с городшими выданиями самостойно, Маша Обовязкова делится ураженными с сябрами и библиотекарами. Это Дэн Браун, я думаю, что все его книги, как «Код да Винчи», «Инферно», они все известны, и можно потом сравнить с просмотром фильма. Мюссо, французский писатель, это наш любимый писатель-фаворит, которого я тоже посоветовала за счёт своей такой необычной манеры написания. И эти два автора, они похожи тем, что они необычно излагают свои мысли. Такие, я думаю, произведения, они помогают как-то развить воображение, как-то настроить на более творческий, нестандартный вид работы, мышления. Презентация золотого формуляра пообиацали у библиотецы, увойдя у практику и стане ещё одной формой работы с читачом и книгой. Ирина Никитина, Татьяна Болтут, Сергей Лушника, утелеродая компания «Брест».